Привет друзья! Сейчас будет небольшая проходка, она же прогулка вдоль улицы Адмиралтейской, под стенами Кремля. Надеюсь вам понравится. Посмотрим на виды. Здесь, кстати, очень хорошие виды на Астрахань, но не считая некоторых уродских зданий, которые слепили в нулевые. Но сейчас все вы видите сами. Сейф вперед. Вперед успеть. Можно пройти оттуда, в площади Ленина, можно подняться отсюда. Можно вообще со стороны сквера Ульяновых подойти. Вот это у нас Крымская башня. С той стороны, со стороны Крыма, всегда была угроза набегов. Не забываем, что это 16 век, суровые времена. Соответственно, вот эти стены и башни с этой стороны были всегда толще и прочнее. значительно. Ну и по источникам вот здесь, прямо вот здесь плескалась Волга. Прям вот у этого холма, под стенами Кремля. Здесь недавно завершили реконструкцию. Здесь вообще раньше был Волг. Здесь была такая земляная тропинка, кстати говоря. Ну, в 2021 году, наконец-то здесь сделали красиво. Можно подняться по верху, не я рассуду, куда мы с вами пойдем. Можно пройтись вон там, по низу. Там у нас большая сна. Ну, конечно, вот эта зеленая красота, которую укрепили скот, специально поливают. Теперь, конечно, смотрится просто потрясающе. Есть, правда, пара вопросов. Там дальше будут проблемные места, скажем так. Но в целом, в целом, красотища какая. Видите, два здания. Вот это, которое на переднем плане, это постройка 19-го, начало 20-го века. Симпатичный купеческий домик, аккуратный. И рядом вот это вот. Вот это вот унылое уныние нулевых. Вот это убожество, что внешне, что углубленное. Вот такая мерзость, которая гордит, просто висит. Ну, дальше тут хорошее здание, дальше, видимо, жилой дом будет. И вопрос, насколько законно здесь в охраняемой, собственно, зоне лепить многоэтажки, чуть ли не в уровень с памятником нахитектуру. Но этот благостроен уже портит вид довольно-таки долго. Ладно, пойдемте отсюда. Пойдемте потихонечку наверх. Здесь вот такая вот красота. Вот такая вот красота. Я вас не буду грузить истории, сама не особо. Ну, вот здесь, естественно, были бойницы. Отсюда лилии всякое дерьмо наступающих. Их оттуда поливали огнем. Единственный момент. Вот это вот деревянных упаков не было. Деревянных шатров. Они появились, если верить источникам. В 80-х годах, когда была крупная реконструкция, да, это была просто ровная площадка. А вот эта вот красота, деревянный навес над стеной появился как раз к юбилею города. Потому что до этого были просто зубцы. Вот видите, где зубцы вот так вот. Такая уступщика, так и вот две дуги сходятся. Вот там просто были такие медные вставки и все. Некоторые места начали вопить. Зачем? У нас было как в Москве. Но умные люди понимают, что навес, он, во-первых, сохраняет стену. Во-вторых, там удобнее просто это и практичнее. Так что сделали и сделали. Здесь такие небольшие кустики. Ну и вот. Красота. Вот там чуть дальше лебединка. Лебединок озер сквера. Здесь у нас дальше идет такое, если не видеться, здание Иранское консульство. Дальше площадь перед Дворцом Правосудия. И вот, собственно, пошла застройка. Вот она, вот это, это божество. Дальше идут. Вообще этот район Косы. Вот это вот все. Где-то вся часть. От Эллинга до ЗАГС. Когда Волгы встала отступать, здесь, конечно, начали застраивать всякими элитными домиками. И до сих пор земля здесь, конечно, дорогая. Хотя некоторые постройки убогие. Некоторые сжигают, некоторые разваливают. Стараются забить. Вот там ведь элитные дома строят потихонечку. Кто может себе позволить. Причем дома действительно очень хорошие. Не псевдоэлитные общаги, типа, которые вот там в Эллинге строят на Эллинге. А действительно хорошие. Двухровневые квартиры, все дела. Ну и вот это вот. Убожество. Да. Ну понятно, что когда-нибудь его достроят. Надеюсь, хотя бы облицуют светлым. Вот у нас в последнее время любят все мрачное какое-то делать. Так, а мы идем дальше. Перейдем у нас башня Красные ворота. Сюда, собственно, приставали все суда. И поднимались. Уже проходили на территорию Кремля собственного. Впереди башня Красные ворота. Вот там смотровая площадка. Там внутри была только один раз. Там очень узкие, тесные проходы. Видимо, раньше люди были совсем мелкими. Потому что я со своим метр семьдесят четыре, как бы, крупными габаритами. Мне там очень тесно. Так. Вот здесь у нас начинается проблемная зона. Во-первых, весной тут все покрасили. Как видите, начали белая краска. Все было белым. Вот как здесь. У нас сейчас всякие упыри все замазывает своими каракулями. Дегенераты. Теперь здесь снова грязище. Ну, единственный момент, что, конечно, вот это вот, видите, отваливается. Стена когда-нибудь она не вернется. Здесь такой спуск. Ну, и здесь, к сожалению, мы всегда вместе. Боже, как мило. Здесь штукатурка, конечно, вся обсыпалась. А вот там, где дорога, там вообще жесть. Поэтому вид, конечно, не такой себе. Впереди район Октябрьской площади. Вот такая красота. Здесь земля. Знаю, Стайкска ведется в храм. Достраивает это вот нечто. А вот вид, откуда мы пришли. Здесь всегда шумно. Здесь только к вечеру все затихает. Здесь у нас наскальная живопись современная. Композиция называется «Задумчивый». Ну, естественно, с бутылочкой. С бутылочкой лучше думается, это все знают. Дальше идет дым. Курящие чуваки. И вот эта свеча, или как она называется, или свет. Ну, вот. Ну, так. В принципе, имеет право на жизнь. Курящие взноски не такие прикольные. Хотя, вот это вы смотрите. Здесь были Катя Дагестан, Руслан Таджик и Диана Россия. Август 2021. Боже, какая прелесть. Лошадь октябрьская. Раньше отсюда нужно было уехать, но военный. Но сейчас уже не уедешь. Вот здесь такой вот стул. Можно спуститься к дороге. Можно пройтись сверху. Сверху, конечно, интереснее. Здесь такие кустики. Как естественно, изгород, чтобы дебилы не лезли. Я тут спрашиваю, можно ли отсюда зимой кататься. Ну, если мозгов нет, можно кататься, конечно. Как говорится, естественный отбор в действии. Впереди у нас Снегольские ворота. Снегольской надратной церковью. Не спрашивайте, откуда я все это знаю. Просто я так изобрела все наизусть. Прокреплась. Вот по этому участку, туда, ближе к пыточной башне, можно прогуляться по стене. Возможно, этой осенью удастся там побывать. Но это не точно. Вот здесь классный вид. Не считая это убожественного австрояного. строящегося. Вот это вот здание себя отремонтирует, конечно. Здание Лукоила, кстати, у них с обратной стороны Брандмауэр полностью увидит дикий виноград. Потрясающе. Красота. Здесь вот такие, видите, деревянные домики. Вот здесь, вот здесь, на косе, нужно выгуливать туристов. Здесь такой колорит. Красивый, купеческий. Красивый круг, купеческие кварталы. Конечно, не все домики сохранились, но есть прям классные. Хоть и не самым лучшим состоянием. Вот. Вот такая вот красота. А мы идем дальше. Любимые мои графики. Медведь нашел соль. Ну, а не ту, которую вы подумали. Это имеется в виду аллюзия на озеро Баскунча, где добывают соль. Вот. Это Тулиаист. Аист, скорее всего. Здесь, конечно, нет белых медведей, но все равно. Белые медведи на юге. Бедолаги. Вообще, район прикольный. Интересный. Один из самых живописных. Вот так вот идешь, идешь. И думаешь, красотища какая. Я, конечно, не буду ругаться на этом канале. Хотя Астрахани вынуждает могучему русскому языку, но я попытаюсь сдерживать эмоции. Впереди у нас бизнес-центр Кристалл. Вот там вот, чуть-чуть дальше. Вот это вот ничто. Ну и вот это вот премиум холл. Недоразумение, конечно. Мы попытались как-то сделать в таком модерново-классическом стиле, но что-то как-то не получилось. Внутри здание такое же бестолковое, как и снаружи. Единственное достоинство этого здания, тут же там обзорный панорамный лифт есть. Вот лифт можно оставить, а с вами нафиг снести. И построить что-то поинтереснее. Ну, а здесь тоже влепили дом современный, мрачный. Как все любят застраивать его острых на ней. Это южный город. Здесь все должно быть светло. Ну вот, мы почти подошли к Никольским воротам. Никольской надвратной церкви. Здесь сейчас будет резкий спуск, резкий подъем. Здесь есть выход через эти ворота. То есть, здесь два выхода в Кремле. Через Причистинский ворот. То есть, безособорная колокольня над ними. И вот здесь. Здесь вот ребята из охраны всегда стоят. На территорию Кремля нельзя ни с чем практически. Ни с рюкзаками большими, ни с великами, ни с самокатами, ни с чем. Тем более, с алкоголом. Животные, велосипеды, все запрещено. И бонифик. Вот красивый вид. Ну и вот это вот нечто напротив. И, конечно, это лучше, чем хибара, ну, да. Вот здесь спуск такой. Сережный. Главное, не убийца. Это странная постройка. Деревья прикольные. Классные. Не знаю, правда, что это за породу, но фиксы. Но красивое, раскидистая. Вот. Вот такой вид снизу. Сейчас мы туда поближе подойдем. На территории Кремля курить, пить, выгуливать собак на роликовых коньках, кататься на вельке. И, конечно, не топтать газон. Нельзя. Собаки такие. Так. Здесь у нас икона Николаевича Лавровца. Собственно, Николинская обратная церковь. Вид с обратной стороны. Вот оттуда мы пришли. Я пришла. Да. Так, оттуда мы идем дальше. Вот здесь можно подняться, посмотреть. Вот там бык стоит. Символ, по-моему, прошлого, 2021 года. Он ставился сначала на площади Ленина, а потом его сюда притащили. Вот отсюда такой вид открывается. Иди сквер Ульяновых. Сейчас мы туда и пойдем. Вот она, Никольская наградная церковь. Вот в эту арку может попасть перегон. здесь тоже голуби склевали в свою взвыску. Можно также пойти вдоль стены, а можно здесь здесь пользу. пойдем. Здесь недавно высадили деревья по-моему аллея журналистов, если не ошибаюсь. Хорошее дело. Вот здесь с великов пытались кататься осенью с этого склона. Мы считаем неадекватные ребята. Для этого все-таки здесь обустраивали. Здесь есть биотуалет работающий, кстати. Но пока до них добежишь, например, с площади Ленина, можно уже не успеть. В прошлом году здесь поставили вот такие скамейки. когда-то кстати здесь было кафе. Вот прямо на этом месте было кафе. Мы с одноклассницами здесь отмечали выпускной после девятого класса. Давно это было? Это было очень давно. Вот скамеечки. Многие ныли, что вот они не в тени. Но тень здесь есть частично. Кому как повезет. Вот заросли барбарисы впереди. Ведь кустики бабочки для того трепо. Здесь остановка общественного транспорта. у нас улица Одна Латейская. Вообще уютно. Здесь всегда тихо. Людей почти не бывает. Вот здесь такая елочка с выкружением рос. Впереди памятник отцу вождя мирового пролетариата Ульянову старшему. Сейчас подойдем посмотрим. На заднем фоне пыточная или артиллерийская башня. А вот собственно Илья Николаевич Ульянов. В целом все хорошо. Так вот инстамину что здесь высадили вот эти абрикосы. Они цветут конечно прикольно. Но когда эта красота начинает плодоносить весь тротуар превращается в грязный потому что ягоды спеют переспевают падают их естественно никто не убирает к сожалению так сметает и здесь просто ужасное зрелище. Конечно плодовые деревья лучше в городе бы не сажать. здесь у нас кристалл вот там раньше был не знаю сейчас есть или нет видовой такой ресторан на крыше здесь бизнес-центр здесь много контор всяких вот у нас Илья Николаевич вот мы почти пришли здесь уже улица Тридьяковского то есть там идет Никольская дальше идет до самой Волги вот это пересекает Адмиралтейская а дальше вот это улица Тридьяковского вдоль стены Кремля на сегодня все пока с вас подписочка лайк и комментарий сэм